Открытый телеканал представляет Мастер обучал ученика стрельбе из лука. Ученик взял лук, две стрелы и приготовился стрелять. И вдруг мастер подошел, забрал у него вторую стрелу и бросил ее в сторону. «Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?» – спросил ученик. «Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую, так как первая все равно пошла бы мимо цели». «Но почему?» – удивленно спросил ученик. «Потому что, стреляя, ты бы знал, что у тебя в запасе есть еще одна попытка». Ответил мастер. Вот вы мне скажите, пожалуйста, это правильно знать, что у тебя нет больше попыток? Да. То есть у тебя один шанс? Вот это твоя жизнь, и больше нет. Почему мы живем все время, зная, что у нас есть завтра, послезавтра? Чтобы откладывать все. Не решаясь сделать это все сейчас. Да. А если бы я вот сумел и напрягся, я бы сумел вот сказать, что у меня вот есть вот сегодняшний день только. Вот я хочу его прожить просто как последний. Это правильная мысль? Да, конечно. Как это невозможное такое сделать? Убедить себя в том, что, думая хорошо о мире, ты улучшаешь мир, и этим приводишь его в хорошее состояние, и в этом твоя обязанность перед миром. Откуда на нас сейчас мир упал? Мы говорили о моей жизни. Ты для этого родился, чтобы думать о том, что ты можешь улучшить мир. Ты, только ты. Желая улучшить мир, просишь, чтобы он изменился. Вот вы сейчас осознаете, что мы говорим с людьми, которые, в принципе, обычные люди. Обычные люди. Если мы хотим изменить наш мир, то мы должны только думать о том, что мы желаем, чтобы он изменился. Это настоящее проживание жизни, да? Конечно. Что? Ну, все-таки, знаете, так человек подумает, ну... Это просто потому, что надо все сделать сейчас. Не ждать. И где тут мое «я»? Вот это вот мое решение? В настоящей точке. В настоящей точке? Да. Вот сейчас? Сейчас. В этом твое «я». Больше его не существует. Если ты на нем не останавливаешь и не решаешь, что сейчас, только сейчас, то тебя больше нет. Вот интересно, вы когда-то изучали возможности человека. У вас, по-моему, даже была такая работа, да? Переохлаждение, сколько он может держать и так далее, и так далее. Вот каковы возможности человека, я хотел вас спросить? Он может прийти вот к этому? Такая возможность у него есть? Вот так прожить жизнь? Вот так, для мира. Есть? Я думаю, что да. Да? Это надо просто говорить людям. Говорить людям. А вы считаете, что вот то, что говоришь, оно входит? Это поможет, да. Да? А как это вот, в какие, куда это входит в человека, чтобы вдруг он поменялся? В воздух. В воздух. То есть, еще раз, как бы завершая все это, чтобы прожить вот с одной стрелой, одним шансом жизнь, допустим. Надо постоянно думать о том, что ты желаешь улучшить мир. Ничего другого не надо. Только мысли. Только наши пожелания. Ну и последний маленький вопрос. Улучшение мира, что вы в это вкладываете? Доброе отношение между людьми. Вот так вот, по-простому. Да.